Молитва его была самодейственная, сердечная. Люди, которые приближались к нему, чувствовали это, потому что уходили укрепленными. И старец благословлял их, пока они не исчезали из вида. Всегда говорил ему, дитя мое, никогда не приходи ко мне ночью, потому что ночью ходят звери, а охотники выжидают их засады. Также другому монаху, который помогал ему как певчий, он говорил, чтобы тот приходил на божественную литургию утром, с рассветом. Во время же литургии он просил его оставаться в небольшом коридоре за пределами храма и там петь «Господи помилуй». Он хотел чувствовать себя в полном одиночестве и быть свободным в молитве. Когда начиналась херувимская песня, отец Тихон был восхищаем благодатью на 20-30 минут, так что певец должен был много раз повторять херувимскую до тех пор, пока не услышит его шаги на Великом Входе. Когда я после этого спрашивал его «Что ты видишь, старче?» Он мне отвечал «Херувим и Серафим словословят Бога». Также он говорил «Меня через полчаса отпускает мой ангел-хранитель, и тогда я продолжаю божественную литургию». Некогда его посетил отец Феоклит Дионисиад. Так как двери у отца Тихона были закрыты, а из храма доносилось умилительное пение, он не захотел беспокоить никого стуком в дверь и решил подождать, пока закончит службу, думая, что поют уже запричастный стих. Вскоре открыв дверь к нему, вышел отец Тихон. Когда отец Феоклит вошел внутрь, то не нашел там никого. Тогда он понял, что это было ангельское пение. Когда отец Тихон состарился, и немощи все более давали себя знать, совершать божественную литургию приходили отец Максим и отец Агафангел из Иверского монастыря, находящегося рядом. Они оставляли ему также святые дары, потому что он причащался каждый день. Благодаря своей благочестивой жизни он был всегда к этому готов. Для отца Тихона почти каждый день года был пасхальным, и он всегда жил пасхальной радостью. Постоянно из уст его было слышно «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!» Он и всем советовал. Будем говорить «Слава Тебе, Боже!» не только тогда, когда нам хорошо, но и тогда, когда к нам приходят испытания, ибо Господь попускает их, как лекарства для души. Старец очень скорбел о душах, страдавших от безбожной власти в России. Он говорил мне со слезами на глазах «Дитя мое! Россия еще несет эпитемью от Бога, но все переживет!» О себе старец совсем не заботился. Он также ничего не боялся, потому что имел великий страх Божий, был как бы связанным, поскольку он подвязался с великим смирением, то не подвергался также опасности духовного падения. Следовательно, как ему можно было чего-либо бояться, или что его могло устрашить? Демоны ли, которые трепещут при виде смиренного человека? Или смерть, о которой он постоянно думал и к которой с радостью готовился? Он даже вырыл себе могилу, чтобы она была уже готовой, а также поставил крест, который тоже сделал сам, и написал на нем, прозревая время своей кончины, следующее. Грешный Тихон, Иеромонах, 60 лет на Святой горе. Слава тебе, Боже! Всегда со славы тебе, Боже, старец начинал любое дело и славой заканчивал. Уже примирившись с Богом, он больше говорил «Слава тебе, Боже!», чем «Господи Иисусе Христе помилуй меня». Он жил, как мы видели, в божественном горнем мире, принимая участие в небесном словословии вместе с ангелами во время божественной литургии. Так как в сердце у него возгорелся пламень божественной любви, его, как я уже говорил, не волновали суетные вещи. Келья у него была маленькой, а в ней был один столик, на котором стояли иконы, а также неугасимая лампада и кадильница. Рядом висела его схима и потертая ряса. С другой стороны стены висело распятие, а в углу лежали три доски, служившие ему кроватью, с рваным одеялом вместо матраца. Укрывался он старым стеганым одеялом с вылезшими наружу кусками ваты, которую растаскивали мыши, чтобы устилать себе норы. Сверху так называемой подушки лежала Евангелие и книга с беседами святителя Иоанна Златоуста. Пол его кельи, хотя и был дощатым, казался оштукатуренным, потому что его никогда не подметали. Грязь, попадавшая снаружи, вместе с волосами из бороды и головы, которые падали на протяжении многих лет, образовала настоящую штукатурку. Отец Тихон передавал значение не очищению кельи, но очищению своей души, поэтому исподобился стать сосудом благодати Божией. Он постоянно омывал свою душу слезами и пользовался толстыми полотенцами, потому что обычных ему уже не хватало. Старец достиг высокого духовного состояния. Его душа стала очень чувствительной, но поскольку его ум постоянно пребывал в Боге, он приобрел телесную бесчувственность и поэтому не испытывал ни малейшего беспокойства ни от мух, ни от комаров, ни от вшей, которых у него были тысячи. Все его тело было искусано, а одежда покрыта красными пятнами. Помысел говорит мне, что если бы насекомые даже шприцами сосали его кровь, он все равно этого не чувствовал бы. В келии старца всему предоставлялась полная свобода от насекомых до мышей. Однажды один монах, увидев у него всюду снующих мышей, говорит ему, «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» Тот ответил, «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою каливу внизу ложбины и там безмолвствует». Это была лиса, постоянно посещавшая старца, как добрая соседка. У него была также дикая кабаниха, которая каждый год выводила потомство возле изгородя его садика, находясь под защитой старца. Когда отец Тихон видел охотников, проходивших в тех местах, то говорил им, «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите». А охотники думали, что нет диких кабанов, и уходили. Святой старец, как заботливый отец, давал людям пищу духовную, а диких зверей кормил тем немногим, что имел, но еще больше насыщал их своей обильной любовью, а мелким насекомым позволял питаться своей кровью. Старец был крепкого телосложения, однако от многих подвигов постепенно истощился. Когда кто-либо спрашивал его, «Как поживаешь, старче? Здоров ли?» Он отвечал, «Слава тебе, Боже! Хорошо, дитя мое! Я не болею, однако чувствую немощь». Кроме приобретенного опыта, он, благодаря своим суровым аскетическим подвигам, получил также божественное просвещение. После наставлений следовали молитвы, силу которых очень чувствовали его посетители. Он почти никогда не снимал свои эпитрахили, так как часто случалось, что поднимая его с одного человека, он тут же простирал ее над другим, снимая с людей их грехи и подавая им облегчение через таинство божественной исповеди. То, в чем ему исповедовались, он тут же забывал и таким образом всегда видел людей хорошими, имея о всех одни чистые помыслы, так как его сердце и ум очистились. Однажды один игумен спросил его, «Старче, который из братья Кеновии самый чистый». Отец Тихон ему ответил, «Отче святый, все братья чисты». Он никогда не ранил человека, но исцелял его раны бальзамом любви Христовой. Он говорил с раждущей душе, «Дитя мое, Христос тебя любит, Он простил тебя». Христос любит больше всего грешников, которые каются и живут в смирении. Он всегда подчеркивал важность смирения и говорил о нем так, «Один смиренный человек имеет больше благодати, чем множество людей. Каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, но когда видит смиренного человека, благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто имеет больше смирения, больше всех». Также о девственниках Он говорил, что им следует иметь и смирение, иначе они не спасутся одним своим девством, ибо ад переполнен гордыми девственниками. «Если кто-то превозносится тем, что он девственник», говорил отец Тихон, Христос скажет ему, «Так как ты не имеешь также и смирения, вступай в ад». Тогда как тому, кто был грешником, но покаялся, и теперь живет смиренно, с сокрушением сердца, исповедуя, что является грешником, Христос скажет, «Иди, дитя мое, сюда, в сладчайший рай». Кроме важности смирения и покаяния, Он подчеркивал также важность размышления о божественных предметах, то есть того, чтобы ум человека постоянно пребывал в Боге. Также Он говорил о необходимости изучения Священного Писания и Святоотеческих творений, Эвергетеноса, Добротолюбия, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Ава Макария и Ава Исаака. Изучение этих трудов, повторял старец, и душу согревает, и ум очищает. И тогда человек начинает ревностно подвязаться, приобретая добродетели. Когда же он не подвязается, то приобретает страсти. Однажды он спросил меня, «Ты, дитя мое, какие книги читаешь?» Я ему ответил, «Ава Исаака». «Да, дитя мое, это великий святой. Ни одной мушки не убил Ава Исаака». Этими словами старец хотел подчеркнуть великую духовную чувствительность святого. Отец Тихон старался подражать святому Исааку не только исхиастским духом, но и духовным благородством своих чувств, а также, что не отягощал собой ни одного человека. Он говорил монахам, что они должны жить аскетической жизнью, освобождать себя от попечений, а не работать, как рабочие, и не есть, как миряне, потому что трудом монаха являются поклоны, пост, молитва, и не только о себе, но и обо всем мире, о живых и об умерших. А работать же нужно немного, чтобы иметь самое необходимое и не отягощать других, ибо от чрезмерного труда и попечений человек забывает Бога. Старец говорил, Фараон давал народу израильскому много труда и еды, чтобы тот забыл Бога. Перед духовной беседой Старец имел обыкновение сначала творить молитву, призывать Духа Святого, чтобы он просветил его. То же самое он советовал делать и другим. Он говорил, Господь оставил нам Святого Духа, чтобы Он нас просвещал. Он является владыкой мира. Поэтому наша Церковь, всякое богослужение начинает с молитвы Царю Небесный, Утешителю, Души и Истины. Когда Он говорил так о Святом Духе, лицо Его изменялось, и многие благочестивые люди замечали.